Добрый вечер, это специальный разговор в студии Лидия Солкуцан, я Виктор Савченко. Ну что, парламент Молдовы принял скандальный закон о сепаратизме? Посадят всех? Ну, наверное. И вновь громыхает на границе в бульбоках очередные учения о молдавской армии. Переговорный формат заморожен. Что думает об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров? Сразу скажем, ничего хорошего он об этом не думает. Ютуб, ТикТок, цензура в средствах массовой информации, что происходит? Об этом и не только. Сегодня наш специальный разговор. И гость у нас в студии депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. Давно хотели гостя из Гагаузии, наконец у нас получилось. Как доехали, все нормально? Спасибо, все хорошо. Доехали отлично. Дорога показалась даже короткой. Ну, проблем не было. Нет, нет, нет. Все довольно-таки спокойно, цивилизованно, на уровне. Ну, надеемся, что так и будет, потому что с учетом закона о сепаратизме, который парламент Молдовы вот в четверг принял в окончательном чтении, мне кажется... Неизвестно, чего ждать. Неизвестно, чего ждать. Ну, мы его называем очень просто «закон о сепаратизме». Понятно, что это поправки в Уголовный кодекс Молдовы, но зачем нам в Приднестрое вдаваться в эти подробности? Понятно, что это. Понятно, что вводятся там новые статьи. Сепаратизм, заговор против Молдовы, много там еще всего разного. Незаконная информационная структура. Кстати, сейчас даете интервью незаконной информационной структуре, очевидно, с точки зрения Кишинева. Не боитесь последствий? Нет. Я знаю, что этот закон – это просто инструмент для запугивания. Ведь если мы сейчас, я как юрист хочу дать оценку этому закону, антиконституционный субъект. То есть это то, что, допустим, правительство Молдовы не признало. Это все является антиконституционным. То есть из правового поля Приднестровье выведено. То есть сегодня любой человек, гражданин, который является чиновником, он автоматически является соучастником антиконституционного субъекта. То есть, давайте так, целый регион за один день стал сепаратистским. И причем, по мнению и по закону Республики Молдова, это узаконено. Отлично. 500 тысяч граждан Приднестровской Молдовской Республики. Значит, там штрафы до 20 лет. Вы уже сказали понятие антиконституционный субъект. Насколько мы знаем, на закрытых слушаниях в Кишиневе напрямую говорили, что к подобным относятся, например, правительство и Верховный совет Приднестровья. Все остальные органы власти вполне логично, что тоже любой работник и так далее. А любой бюджетник, который так или иначе работает тоже на Приднестровье, логика абсолютно та же. Это может относиться абсолютно ко всем. Ну вот журналисты Первого Приднестровского попытались... Ну мы понимаем, что визуальный контент всегда более понятен. И мы попытались, ну скажем так, спроецировать и сделать сюжет о том, как этот закон может отразиться на рядовых Приднестровцев, которые не имеют вообще отношения даже к политике. Например, те же самые воспитатели в детском саду. Давайте посмотрим. А вот посмотрите, что еще СИП нашел. В детском саду Дубосар ЧП детям рассказывают не об истории Молдовы и Румынии, а о создании Приднестровья. Так, побольше подробностей. Вот, пожалуйста, посмотрите. В нашей республике есть главные символы. Какие? Гер. Гим. Еще? Флаг. Флаг, замечательно. А вы знаете, как зовут нашего президента? Да. Как? Молодцы. Детей еще нарядили в народные костюмы. Русские сарафаны. Прекрасно. Когда у нас все русское под запретом. А еще дети танцевали и пели. Как хорошо им живется в самопровозглашенной республике. Приднестровская семья, дружная, большая, это родина моя, сердце дорогая. Подстрекательство к сепаратизму. Штраф. До полутора тысяч долларов. Это еще цветочки. Самое ужасное – это гимн. Они пели гимн Приднестровья стоя. Мы славу поем Приднестровью, здесь дружба народа в реках. Родители детей привлечь к ответственности. А вот воспитателей и заведующую в черный список. Возбуждайте уголовное дело. Пусть СИБ все зафиксирует. При любом удобном случае задержать, судить, посадить. Для должностных лиц у нас от 7 до 12 лет тюрьмы. Работайте. Что, Виктор Николаевич, как вам? Похоже на правду? Ну, действительно, этот закон является сейчас инструментом от детских садов до руководящих органов. Но это что касается Приднестровья? Да, это как инструмент давления, инструмент шантажа. Вы понимаете, что переговорный процесс в формате 3 плюс 2 и так идет очень вяло. Я сейчас приукрашиваю, что он вообще как-то идет. Точнее, он вообще не идет. Он вообще не идет, да. Но плюс вдобавку правительства Республики Молдова, чтобы искать пути для решения данного вопроса, да. Ну, вот решили силовым методом каким-то найти решение. Как теперь садиться за стол переговоров с представителями Приднестровья, если с точки зрения молдавского законодательства они все выходят за рамки закона вообще? То есть тот, кто ведет переговоры, он тоже получается пособник сепаратизма? Можно же дойти уже и до такого. А то, что вы говорите про инструмент давления, абсолютно логично. И причем, я насколько понимаю, в Молдове этого никто не скрывает, потому что председатель парламента Гросса, он напрямую говорит о том, что кто знает, пусть боятся. Да, не все пострадают, но кто знает, пусть боятся. Какие-то заявления, как будто вообще из 30-х годов прошлого века, честно говоря. Другая еще ситуация. Это вот в Гагаузии, когда президент Майя Санду к вам приезжала на встречу с общественностью, с депутатами и, скажем так, представители гагаузского народа, очень активно и защищали свою позицию, высказывали свое недовольство действиями правительства, действиями власти. Ну, скажем так, оппонировали. Мы попытались тоже показать, как бы это могло отразиться на... Давайте посмотрим. В Гагаузии была встреча с президентом Санду. Да, в интернете уже все обсуждают это. Вы мне лучше объясните, как такое получилось. Гагаузские депутаты посмели дерзить президенту. Видите ли, они недовольны тарифами на коммуналку. У нас нет еще 15 градусов. Так что давайте не будем говорить о вещах, которые не происходят. Мы уже возбудили уголовные дела на Гагаузских депутатов. Заговор против Молдовы и угроза национальной безопасности. От 12 до 20 лет. Сроки серьезные, да? Сроки серьезные и ситуация выглядит следующим образом. Да, мы для официального конченового сепаратисты, но у нас своя республика. И в принципе, если не надо выезжать в Молдову или через Молдову, традиции там еще какие-то страны, то здесь мы защищены. Вы там, в государстве Молдова, вы в своем государстве, Гагаузия, часть Молдовы, автономия. Семьи у вас, дети. Не боитесь, что ситуация может значительно жестче стать для вас и часть соратников. Вот тут мы видим единство, но часть соратников просто выберет безопасность. Чтобы заговор против Молдовы и поделять свою точку зрения, станут уже... Более лояльными властью. Действующая власть, да. Вы знаете, на данном мероприятии на встрече с госпожой президентом большинство депутатов, практически все, ретранслировали мнение нашего народа. Мы выражали эту точку зрения, и я в том числе. И за то, что мы делаем, нам не страшно. Я уверен, что большинство депутатов, как говорили, чайнее боль и нужда народа. Они так же и будут продолжать это делать. И закон можно принимать. Можно посадить одного, два, три человека, всех не пересажаешь. Но и долго так тоже продолжаться не может. У нас и так накопилось между Гагаузией и Кишневым очень много проблем. Нерешенных проблем. И которые мы не видим, что они решаются. Вроде у нас автономия, да. Мы хотим развивать регион. Мы сейчас не говорим о каких-то политических заявлениях. Мы сейчас к ним попозже вернемся. Но мы смотрим на развитие социально-экономической ситуации. Мы принимаем законы, те, которые направлены на развитие региона. Остановить молодежь. Чтобы создать рабочие места. Чтобы наша молодежь не уезжала. Чтобы мы могли пополнить бюджет. Все наши законы правительство Республики Молдова в лице госканцелярии опротестовывает. То есть нам блокируют наши законы. Большинство законов нам блокируют. И причем это не говоря социально-экономический проект. Либо это Георгиевская ленточка. Любая инициатива блокируется. То есть автономии по сути нет? Автономия на уровне, знаете, даже у нас нет полномочий. У нас нет компетенции. Все растрачно. Мы как регион не являемся полноценной автономией. У нас нет рычагов. У нас нет таможни. У нас нет налоговой. У нас ничего нет. Мы ни на что не влияем. То есть есть флаг, есть название. Есть флаг, есть название. И все. Да. И мы сейчас... Почему вопрос стал остро? Потому что мы боремся за свои права. Мы боремся за то, о чем мы договаривались в 1994 году. Мы договаривались по поводу автономии. Чтобы мы могли разговаривать у нас в регионе свободно на трех языках. Ведь это касается чиновников. Чтобы когда гражданин приходит, с ним общались на доступном языке. Но сегодня что мы видим в Гагузии? Элементарные права наших граждан нарушаются. Вы знаете, у нас большинство граждан между собой общаются на русском языке. Все лекарства с рецептами... Нет, рецепт от писания лекарств на молдавском языке. Большинство граждан не понимает. Большинство, я говорю, 90%. И это в нашем регионе. Ну, вы представляете, да? Человек в возрасте, он не может понять еще состав, как принимать лекарства. И это как один пример. Не говоря о том, что судопроизводство ведется на молдавском языке. Есть люди, которые не владеют. Большинство... Дело производства, да? Ведется на молдавском языке. То есть, это все ненормально. Тогда, конечно, организовать независимую республику, это была необходимость. Потому что в противном случае мы автономию не имели бы. Потом, когда началось вот это вот противостояние, мы пришли к такому мнению о том, что лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. И согласились на автономию. С учетом, что мы ее получим, реальную автономию. Мы, конечно, ее реальную получили. Но потом нас просто-напросто обманули в плане того, что полномочия, которые изначально нам дали, потихонечку их забирали. Сегодня не автономия, а просто смех. Цены большие у вас здесь? Ну, как сказать, везде они большие, где они маленькие. Теперь, вот пенсия маленькая, да. Вся пенсия ушла на услуги. Вас, Гагаузов, как и нас, приднестровцев, молдавские власти считают сепаратисты. Ну да, мы это знаем. Не обидно? Обидно. А что делать? Драться с ними, что ли? Я не смогу. Я была вот там, в Кишиневе несколько раз. Полиция вот так стоит, нас не пускают. И взяли у меня интервью. Я сказала, что я родилась и росла в этой земле. А ходить не могу спокойно почему-то. Полиция, потому что она не наша. Полиция ихняя. Да, пускай штрафуют всех и никто не платит. Что будут делать? Убивать будут, что ли? Пускай убьют. А вот они приняли закон о сепаратизме. Буквально на коробке. Неправильно, неправильно это принимают они. Это наша Санду, откуда она? Кто ее сюда послал? Вообще-то, как говорят, пускай забирайте ее отсюда. Мы с чемоданами вместе ее отдаем. Пусть уезжает. Мы рады будем. То есть, по факту, в 1994 году, когда Гагаузия согласилась войти все-таки в состав Молдовы, после четырех лет, скажем так, независимости Гагаузской республики, обещали одно. И спустя 30 лет обещания так и не сдержали. Наоборот, получается, обманули. Даже не то, что не сдержали обещания. Здесь обычную жизнь нашу, наш комфорт, то есть, наши права просто урезаются. Здесь даже не идет речь о каких-то больших вливаниях, инвестициях. Но вы поймите, последний наш проект, который мы двинули, закон об IT-парке. Мы планировали создать 2000 рабочих мест для молодых людей. Пополнить бюджет. Тем более, что расчет был 2000 рабочих мест и пополнение бюджета на 2 миллиарда лей в виде доходов в бюджет и заработных плат. Хотя бюджет Гагаузии сегодня 1,2 миллиарда. То есть, соотношение. Нам его заблокировало правительство. Он-то чем вам мешает? Направленный на поднятие уровня жизни граждан. То есть, речь не только идет. Притеснение русскоязычное. В чем это заключается? Вы понимаете, в обиходе у многих граждан, у чиновников вошла фраза. Вы обязаны знать молдавский язык. Я устал говорить, что никто никому ничего не обязан. Никому. И каждый гражданин республики Молдова должен разговаривать на том языке, на котором ему комфортно. А чиновники должны знать языки, если они хотят быть чиновниками и жить в многонациональной стране и занимать какие-то посты. Хорошо. Давайте вернемся к переговорам между Приднестровьем и Молдовой. Вы уже говорили о том, что формат 5 плюс 2 заморожен. И действительно, он не собирается с осени 2019 года. Тогда Кишинев, собственно, сорвал подписание итогового протокола. С тех пор никаких подвижек. Но при этом закон о сепаратизме принят. Даже в следующая встреча политических представителей, как считают в Террасполе, ее специально Кишинев переносил уже к тому моменту, когда закон будет принят. Наверное, чтобы задать вопрос, о чем вообще теперь с вами тогда разговаривать. В России все увидели. Сергей Лавров вообще реагирует на нынешнюю ситуацию в переговорах. И говорит о том, что цитата «В Молдове силой готовы решить Приднестровскую проблему, и переговоры этим людям не нужны». Давайте послушаем министра иностранных дел России. Этот формат уже считается Западом неподходящим, потому что он был нужен, когда еще в Кишиневе были власти, заинтересованные в сохранении территориальной целостности и в договоренности с Приднестроем. А когда пришла власть, которая готова Приднестровскую проблему решить силой и настаивать на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасне, тогда никакие переговорные форматы и не нужны. Решить проблему силой. Если мы начали уже от 90-х, об образовании Гагаузской республики, об образовании Приднестровской республики, сейчас как раз хочется сказать, потому что тогда как раз Молдова решила навести, скажем так, конституционный порядок, с оружием. Мы помним волнения, которые были в Гагаузе, когда Приднестровцы на автобусах ехали в поддержку независимости республики. Мы помним 92-й год. Как вам кажется, на сегодняшний день действующая власть Молдовы может с оружием опять начать наводить конституционный порядок? Ну, с учетом того, что сотрудничество с НАТО идет, вооружаются, а если ружье на стену вешают, то оно рано или поздно должно выстрелить. В первую очередь надо задать вопрос. А какие решения принимает Республика Молдова, руководство республики? Какие решения? Все решения принимаются не Республикой Молдовы, а из-за рубежа. А кто их принимает? Сегодня мы знаем, да, геополитические силы, расклад сил. То есть и по риторике президента Республики Молдова, правительства Республики Молдова, когда в статусе нейтрального государства Республика Молдова занимает сторону одной из конфликтующих сторон на Украине, нарушая тем самым статус. То есть мы понимаем, что она под влиянием западных сил. Молдова заявляет о нейтралитете, по факту не нейтральная. Вот, кстати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, что говорит по поводу сотрудничества Молдова и НАТО. Давайте послушаем. Наращивается сотрудничество Республики с НАТО, власти активно муссируют тему нейтрального статуса страны, закрепленного в ее конституции. Президент Санду 20 января в интервью издания «Политика» упомянула о серьезной дискуссии в Молдавии по целесообразности изменения такого статуса и вступления в крупный военный альянс. Какая же может быть серьезная дискуссия, госпожа Санду, когда вы позакрывали все средства массовой информации? Если есть средства массовой информации, может быть дискуссия, если вы их пачками закрываете, именно те, которые дают возможность людям со своей точкой зрения ее выразить, это не дискуссия, это пропаганда. Речь как раз идет о закрытии шести русскоязычных каналов в Молдове и сейчас идут разговоры о том, что уже надо... Разговоры в Молдове. А в парламенте Молдовы, кстати, сказали, что воздух чище стал. То есть закрыли телеканалы, воздух чище стал. Можно уже и так, оказывается, говорить современную билет. Сейчас, кстати, Игорь Гроссу по поводу закрытия и цензуры в интернете говорит о том, что они будут брать опыт Прибалтики, будут брать опыт Румынии и все-таки вводить цензуру в Ютуб, ТикТок и прочие социальные сети, потому что вот каналы закрыли, но как это так? Могут себе позволить свое мнение высказывать там где-то еще на каких-то других площадках? Ну эти телеканалы, насколько я понимаю, продолжают вещать где-то в интернете. Очевидно, эту практику в Кишневе хотят прекратить. Могут, мне кажется. А у вас как в Галузе, кстати, с закрытием канала с цензурой? Да у нас одна и та же сетка вещания. Да в том, что на нас это отразилось. Закрыли русскоязычные каналы. Мало того, что я являюсь сторонниками и инициатором, как есть большое желание инициировать общий республиканский референдум по приданию статуса русскому языку второго государственного. Потому что это бы решило многие вопросы, которые у нас сегодня есть в республике. Так, вместо того, чтобы идти на какие-то, не знаю, встречные решения, Молдова закрывает русскоязычные каналы. Уже неважно, какие они. Оппозиционные, неоппозиционные. Это выбор людей. Я хочу, смотрю тот или иной канал, который мне нравится. Я буду сам решение принимать. Не надо мне навязывать, что вот это красное, а вот это белое. Я сам разберусь. И люди имеют на это право. И должны жить по этому принципу. Это и есть основные принципы демократии, которые нам рассказывают. Но что-то на демократию не похоже на то, что в последнее время происходит в республике Молдова. Закрытие канала, притеснение русскоязычных. Закон знаменитый про сепаратистов. Где вы видите демократию? Где вы видите желание наладить диалог с теми же гагаузами, с теми же приднестровцами. Нету никакого желания. Но силой, я думаю, тоже ничего не получится. Да, при этом мы не видим реакции европейских стран или там Соединенных Штатов Америки на то, о чем вы говорите, на те очевидные антидемократические нарушения, которые существуют. По закону о сепаратизме никто не сказал ни слова. Вообще никто. Это норма демократии оказывается. Да. Тем более мы понимаем, что может целый регион пострелать. Снова же мы видим, нет желания решать вопросы. Все. Самое страшное, что без альтернативной точки зрения можно просто промывать мозги. Можно вот... И мы видим мировой опыт, когда капля за каплей, по чуть-чуть стирается история. Историю можно переписать. Переписываются новые факты. Великой Отечественной войны снести. Георгиевскую ленту запретить. Сделать это в день рождения Гитлера. Мы здесь в Приднестрове постоянно это подчеркиваем. Ну, может, конечно, совпадение, но тем не менее. А в этот раз закон о сепаратизме можно принять еще и в день победы в Сталинградской битве. Как-то уже этот символизм становится каким-то не случайным. Я хочу здесь небольшую ремарочку внести. В наших школах Республики Молдова изучается история соседнего государства, а не история Молдовы. И с этого все начинается. То есть, если у государства нет своей истории, и мы понимаем, к чему это идет, но здесь тоже интересный момент. Те крикуны и болтуны, которые кричат и призывают к ликвидации государственности Республики Молдова и объединения с Румынией, на них этот закон о сепаратизме не действует. И действовать не будет. Вот они двойные стандарты демократии. То есть, те, кто призывает ликвидировать Молдову и объединить ее с Румынией, у них заговора против Молдовы нет. Нет, это нормально. Вот мне интересно, Бюро по интеграции, действительно, а как оно дальше будет работать с нашими политпредставителями с учетом вот этого закона? Закона о сепаратизме, да. Да, когда они, получается, будут информации передавать? Ну, может, кому-то в правительстве Молдовы выгодно еще и чиновников со стороны Кишинева, которые ведут переговоры, их тоже, так сказать... А, на крючке держать. На крючке держать. Если что, вы нарушили, вы сидели с ними за одним столом. Вот. Вы, кстати, упомянули историю соседнего с Молдовой государства. История Румын в Молдове преподается, да, даже история там не просто государства, а некого народа единого и так далее. Ну, и те постулаты истории, которые там существуют, насколько нам известно, например, вполне себе можно оправдать агрессию Румынии вместе с гитлеровской Германией против Советского Союза, объяснить ее тем, что нужно было вернуть Бессарабию и так далее, не упоминать Холокост, не упоминать уничтожение евреев. Вот на неделе об этом, кстати, очень много говорили. Только на территории Приднестровья 40 тысяч евреев были уничтожены. И к этому, кстати говоря, Румыния тех времен имеет прямое отношение. Именно тогда возник тот самый термин Транснистрия, который до сих пор используется в Молдове, который в Приднестровье называют синонимом Холокоста. Я предлагаю послушать президента Красносельского по этому поводу. Транснистрия это оккупационный термин, который применяли и немецкие оккупанты, и румынские оккупанты здесь, на территории Приднестровья. Вообще, в Израиле, в Музее памяти жертв Холокоста термин Транснистрия превратен к Холокосту, к геноциду, фактически. И для меня очень оскорбительно, когда кто-то позволяет себе назвать Приднестровье Транснистрией. Не стесняйтесь высказывать свое мнение. Пресекайте эти желания. Мы не Транснистрия. Это оскорбительно для нас. Транснистрия это Холокост. Транснистрия это геноцид. Если вспомнить историю, и не только земли современного Приднестровья, там часть Одессы, которая входила в Транснистрию, но и на территорию Молдовы устраивали гетто румынские, где уничтожали еврейское население, не только цыган, но и уничтожали. Поэтому здесь пострадали все, и сама Молдова, которые вот деятели сейчас так рвутся в соседнее государство. Вы знаете, мы присутствие румын, наши деды, наши предки, они нам везут в усты передавали, но запомнили надолго. И не в самом лучшем виде. Как же защитить память и историческую правду, когда история переписывается? Стараться и делать, информировать общество о тех ценностях традиционных, которые у нас есть, о той исторической дружбе, о той общей истории, которая нас связывает с Российской Федерацией. Я по-другому не вижу. И вот только так, только через воспитание детей мы сможем донести и дальше сохранить наши ценности. Это важно. Наш первый преднестровский телеканал несколько лет назад запустил онлайн викторину. Она называется Страна легенд. Мы рассказываем об истории Приднестровья, и не только Приднестровья. Хотели бы вам подарить книгу, Виктор Николаевич. Вот мы буквально сегодня ее отпечатали. Вы первый, кому она достается. Спасибо большое. Надеюсь, что получите удовольствие. Мы старались и малоизвестные факты о Приднестровье туда внести. В игровой форме, да. Можете как раз с семьей поиграть, какие-то там вопросы, ответствуйте, или что, где, когда. Я думаю, это будет интересно, потому что там великие люди, которые развивали не только территорию современного Приднестровья, но вот и Потемкин, и Катерина Вторая, Петр Первый, которые внесли свой вклад тоже и в развитии Молдавии, Молдовы современной. Да, как бы они не отпирались от этого. Ну, историю переписать до конца все равно невозможно. Есть очевидные факты. Да, и на этой неделе 2 февраля завершилась Великая Сталинградская битва. Тут, конечно, низкий поклон нашим предкам, которые достойно сражались и в конечном счете победили в той тяжелейшей войне. Мой дед воевал под Сталинградом, получил ранение. Он, конечно, никогда не рассказывал, как это было, да, но из того, что, вот я знаю в истории, по фильмам, по рассказам даже других ветеранов, из того, как я видела его реакцию на вообще упоминание войны, несмотря на то, что прошло много лет, я понимаю, что эту память надо беречь. И я понимаю, что ее ни в коем случае нельзя позволить никому уничтожить, стереть, забыть и передавать ее надо дальше. Но чтобы наш мир развивался, действительно, как он должен развиваться. Вот когда в Молдове запретили Георгиевскую ленту, да, Гагаузы выходили все равно 9 мая, жители Гагаузи, автономия с Георгиевской лентой, там были наверняка штрафы, наказания, что-то проскальзывалось. Но мы здесь в Приднестровье аплодировали, хоть вы и не слышали, может быть аплодисменты всему гагаузскому народу, да, за смелость. Будут продолжать выходить люди в Камрате и в других городах Гагаузи также? Вы знаете, мы приняли закон о легализации Георгиевской ленточки на территории Гагаузии, поскольку она и является культурной ценностью, частью нашего гагаузского народа. Потому что наши деды, мой дед лично участвовал в Великой Отечественной войне. И Великой Отечественной нас тоже коснулось. И это тоже часть нашей истории, которую мы тоже не хотим забывать. И мы знаем, что мы имеем право и хотим на 9 мая приходить и чтить память наших предков именно с Георгиевской ленточкой. И ни один закон нас не остановит. Ни один штраф нас тоже не остановит. Будете продолжать выходить в гагаузский миллион? Конечно. Ну, кстати, вот в Гагаузии правильно понимают символизм дат. Если в Молдове закон о сепаратизме вводят 2 февраля, то 2 февраля 2014 года в Гагаузии провели референдум, по которому несколько сразу референдумов закрепили право на внешнее самоопределение, которое и так же в вложении Гагаузии существует. Да. В случае, если Молдова теряет государственность. Понятно, о чем идет речь. Очевидно, входит в состав Румынии. После этого Гагаузия считает, что у нее есть право на самоопределение. 9 лет прошло с момента того референдума. Насколько актуальны его итоги сейчас? Ну, если посмотреть на те события, да, в 2009 году, вы помните все, наверное, печальные события, когда сожгли парламент Республики Молдова, президентуру, то есть и была смена власти. И в 2014 году мы провели этот референдум. Но что стало следствием? Следствием стала та риторика молдавских властей, которые пришли в то время на евроинтеграционный путь, да, там, снова же. Нас возмущал закон о равенстве шансов с ЛГБТ и тому подобные, не входящие в наши понимания. Его назвали «Закон о равенстве шансов». Ну, да-да-да, я это очень хорошо помню. Я даже помню почти каждого депутата, кто поднял руку, отложилось. Это в памяти. И, конечно, это и было тем толчком для проведения этого референдума, чтобы закрепить, что не все жители Молдовы, видят тот путь, который, как и сейчас, допустим, видит правительство Республики Молдова, но не все жители согласны с этим. И мы видим свое, мы видим наши связи, четкие торговые связи с экономическим и Российским союзом, да, это тоже Российской Федерацией, Белоруссией, Казахстаном. Мы хотим быть частью, мы хотим дружить, мы не хотим делать, дружить, давайте так, с кем-то против кого-то. То есть, зачем? То есть, у нас есть общая история, у нас есть общие ценности, у нас есть налаженные торговые связи, мы не хотим это разрушать. То есть, вот к чему был проведен этот референдум. И сегодня, большая часть тех, кто голосовал, даже 90%, я уверен, они остаются при своем мнении, если провести завтра референдум, то в нынешней реалии, чтобы больше не было, там на 2-3 человека. В нынешних реалиях вы имеете ввиду ситуации экономической, которая столкнулась сейчас с Молдовой, в частности, Гагаузия, например, это рост тех же самых коммунальных тарифов. Может быть, кстати, закон о сепаратизме отвлекает несколько населения от подобных вещей, может быть, это тоже такая, своего рода тактика, потому что тарифы в Молдове растут абсолютно неподъемным образом. Как вообще люди в Гагаузии выживают в таких условиях и с такими ценами? Сегодня единственное, что спасает, что от газа не отключают. Но я думаю, что к весне люди просто будут все должниками огромными Молдова Газа. Потому что они могут рассчитаться просто? Они могут физически рассчитаться, ну, считай, неподъемные приходят. У людей нет выбора, приходится топиться. То есть абсолютно нормальная ситуация? Долговую яму загоняют людей. Люди это сейчас осознают. Абсолютно нормальная ситуация, когда от человека пришла коммунальная платежка выше, чем его доход, да? То есть такое сплошь и рядом. Давайте не просто выше, а в три раза выше. Ну, сколько сейчас? В общем, он зарабатывает месяц. Давайте так, если пенсия пенсионера там лавируется от 1800 лей, там, средняя, до двух с половиной тысяч лей. А платежка за газ приходит в 6000 лей. Причем 6000 лей, чтобы вы понимали, это, ну, квадратов 70 топить. Это не в майке ходить. Если у человека старый котел, то расход там, то есть, ну, экономика газа слабая. И, получается, вот такие счета приходят. А пенсионер нет, у него возможности купить самый последний марки котел, который с самым высоким там, КПД. Хорошо, у человека накапливаются долги за газ. Что делать? Отключают газ, отрубают трубы? Нет, сейчас пока нет. Но, я думаю, весной начнется. Те, кто не уплатят, им будут отключать. Ну, сейчас понятно, если они начнут еще отключать от газа, но это будет вообще массовое волнение. То есть, выйдут, я думаю, все на улице. Те, кто не уплатил? 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 что они хотят. А как вы так справляетесь 7 тысяч за месяц? Потому что я работаю, я пенсионер, 70 лет, но работаю и я, и супруга. Не хотите в Европу? Какой «Европа»ITY? Да что там хорошего есть «Европа» Я имею смутку там замуж? Еще хорошей Те, кто не лучше! Мы от России отошли, а президент у нас еще грамотный не родился, чтобы мог повести народ по правильным путям. Депутат Народное собрание в Гагаузии Лидеры общественно-политического движения «Народный союз Гагаузи», основатели благотворительной организации «Народный антикрайкризисный штаб», член Республиканского совета Русской общины Республики Молдова, член Республиканского совета Молдовы, член Республиканского совета общественной платформы «Народный союз». Да, это о вас все. Что дальше? Теперь тоже в башканы? Вы знаете, принимается решение, «Народным союзом» будет приниматься. Если меня делегирует народ, и у меня будет на это мандат, я, конечно же, пойду. Ваши прогнозы на 2023 год для Гагаузи и для Приднестровья? Здесь очень трудно что-то предсказать, потому что если бы Молдова хотя бы управлялась бы изнутри, какие-то прогнозы можно было строить. Но поскольку Молдова не управляется изнутри. То есть вы предлагаете в Вашингтоне это спросить или в Брюсселе, да? Да, да, там быстрее скажешь ответ. В любом случае будем рассчитывать на лучшее, не будем отчаиваться. Сейчас недаром простые люди и в Молдове, и в Приднестровье, я уверен, что в Гагаузи тоже, часто, даже когда тост какой-то произносят, в первую очередь говорят «за мир», и в это уже вкладывается действительно по-настоящему именно то самое понятие, которое должно быть вложено. Раньше это звучали как банальные какие-то слова, которые все произносили, а сейчас к ним все относятся уже по-настоящему всерьез. Так что пусть для всех этот 23-й год будет мирным, даже вне зависимости от того, кто там какие решения принимает. Да, это правда. Спасибо большое. У нас в гостях был депутат Народного собрания Гагаузи Виктор Петров. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что получился интересный диалог. О чем же мы сегодня говорили? О законе о сепаратизме, который принят в Молдове, об очередных учениях Молдавской армии, усилении взаимодействия с НАТО, о переговорном формате, который заморожен. Много о соседних сегодня пришлось говорить. О соседях. Ну, Приднестровье, Гагаузия испокон, можно сказать, веков. Веков. А почему нет? Поддерживали друг друга. Одна культура, одни традиции. И я думаю, вот эта вот дружба братских народов, и дальше ее никто не сможет разрушить. Самое главное – это отношение к традиционным ценностям, это отношение к истории. Это очень важно и важно сохранять в современном мире. Ну, мы увидимся через неделю. Лидия Солкутсан, Виктор Савченко. Это был специальный разговор. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин